доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника снова мы на финансовых рынках и продолжаем говорить о событиях минувшего торгового дня ну и параллельно смотреть на те отчеты и на то что может произойти на финансовых рынках в ближайшие дни начнем сегодня классически с рынка черного золота вчера не сработала наша отложка сегодня предлагаю несколько опустить ну и использовать по-прежнему посыл того что лучше вовремя купить этот инструмент частности весьма актуально сейчас может быть торговая идея buy stop с уровня 6450 сейчас мы по бренду котируемся на отметке 6427 повторюсь друзья что есть все основания сейчас настраиваться на то что трейдеры локально недооценивают интерес к этому активу почему потому что завтра совершенно большая китай подпишет первую фазу торгового соглашения повторюсь что есть конкретные договоренности которые в конце концов должны соблюдаться по факту опять же первой фазы о соглашении эти договоренности упираются в то что штаты отменяют ряд пошлин китай увеличивать закупки сельхозпродукции важно отметить для демонстрации искренности своих намерений все-таки найти общий язык с пекином в вашингтон готов в текущей редакции документа первого соглашения отказаться от формулировок и обвинений китая в манипулирование валютным курсом раньше мы об этом очень много говорили действительно на трампа при первой же возможности предпочитал использовать эту фразу считает что китай создавал заранее искусственные преимущества для национальных производителей ослабляя курс национальной валюты это между прочим и стало одним из столпов вот этой политики протекционизма которую он в итоге стал проводить и накинулся со торговым конфликтом на китай конечно же еще рано друзья на рассуждать о том что первая фаза а в конце концов приведет к двустороннему торговому соглашению я говорил вам об этом но прежде чем мы перейдем на вторую фазу прежде чем мы возможно упремся в какие-то новые проблемы прежде чем на рынке снова появится угроза того что сша китай останутся далеки от реального торгового соглашения ну давайте все-таки положимся на этот локальный позитив и будем использовать хотя бы первую фазу как хоть что-то для того чтобы взглянуть под другим углом на перспективы роста мировой экономики на будущие показатели спроса на угле водорода в отношении рынка черного золота еще у нас впереди данные по запасам и опять же все ближе к официальным цифрам они выйдут уже а завтра фактически завтра у нас очень интересный день для рынка черного золота сегодня у нас точнее не сегодня друзья в ноль часов 30 минут со вторника на среду выйдет отчет по запасам нефти от американского института нефти напомню что ранее по оценке этого ведомства запасы снизились на 5 и 9 миллиона в принципе я допускаю что на самом деле сейчас куда более логично является тенденция реальной снижения запасов и уже говорил накануне что возможно с уж локальными факторами могло быть связано увеличение запасов вот на неделе позапрошлой то есть в этот раз ситуация снова может измениться и мы можем вернуться к прежней тенденции сокращения запасов и использовать вот в статистике администрации энергетической информации еще один повод для роста котировок нефти подписывать соглашение от пекина будет вице-премьер льюхе он в принципе уже а прибыл в вашингтон я думаю что каких-то негативных комментариев сегодня друзья точно не будет поэтому давайте просто спокойно ждать завтрашний день не рассчитывать на вот эти подписи и на нормальную логичную реакцию позитивную трейдеров на писание этого соглашения доллар против иены 110 08 как мы с вами предполагали сопротивление 110 падет уже больно активно восстанавливалась американская валюта если посмотреть вообще на дневки уже больше недели пара активно растет хайп вчерашнего дня был на уровне 110 20 ближайшей целью по паре доллар иена является отметки 111 25 я думаю что мы до нее точно доберемся а там уже будем претендовать на максимумы прошлого года это повыше 112 пока что я уверен у доллар есть шансы восстановить свои позиции мы с вами поставили на холд события на ближнем востоке и сейчас не скажем мутим в воду не негативим по факту потенциального роста напряженности просто следим как сторонние наблюдатели мы более а позитивно сейчас смотрим на мировую экономику с оппозиция подписания первой фазы торгового соглашения в общем вывод здесь нет причин на уж такой тотальный спрос на иену монетарную политику японии мы с вами не обсуждаем потому что как показывает практика уже проверенные на времени я очень много уделял внимание анализу макроэкономических данных японии но они не очень влияют локально на курс балом правит именно спрос на защиту и рыночное настроение сейчас они точно не способствует тому чтобы курс японской иены окрепчал доллар же свою очередь ориентируется на перспективы своей монетарной политики сегодня друзья у нас важный отчет в 16.30 по московскому времени выйдут данные по инфляции по прогнозам сильное значение нас ждет показатель роста в годном выражении до 2 и 3 процентов с 2 и 1 я считаю что нормальный расчет экспертов учитывая последний рост цен на топливо на бензин на внутреннем рынке это логично может привести к росту индекса потребительских цен напомню друзья что в случае стабильного восстановления инфляции у федрезерва будет больше козырей в рукавах чтобы аргументировать позицию нейтральности текущей политики процентных ставок сохранение ключевой ставки на а текущем уровне длительный период времени то есть в случае выхода сильных данных по инфляции и по уроничной продажи на этой неделе я уверен то что ставку придержит на текущем значении как минимум до конца первого полугодия двадцатого года золото 1536 у нас был уровень по достижению которого я рекомендовал все таки выйти из этого инструмента это уровень 1550 котировки золота ниже соответственно мы должны быть и вне золота евро против доллара 1 11 36 сегодня на повестке нету важных отчетов но завтра не будут это промышленное производство еврозоны которая будет логичным продолжением слабой а цифры по промышленному производству еврозоны должны стать логичным продолжением слабости аналогичного сектора германии о нем мы говорили очень много на прошлом брифинге еще на прошлой неделе то есть после выхода завтрашнего отчета станет ясно что на темпы экономического роста валютного блока будут и дальше снижаться также я очень жду выступление господина вайдмана который является главой бундесбанка мне нравится что бундесбанк в последнее время начал все-таки констатировать проблемы и я надеюсь друзья что если вас не устраивает мои доводы слабости еврозоны хотя бы на его слова вы обратите внимание внимание убедитесь в том что он экономика еврозоны но уж точно германии реально на пороге рецессии то есть ставка здесь на снижение евро как и дальше фунт против доллара 12992 мы ниже планки 130 поэтому тоже тут логично выйти уже из длинных позиций если хотите рискнуть то нужно продавать если не хотите попасть в перепозиционирование вот это рэнч на и того как действовать дальше на что обращать внимание на потенциальный позитив по брензиту либо на перспективы смягчения монетарных политики тогда просто посмотрите за пары со стороны но для тех кто все-таки хочет урвать от текущего тренда хотя бы немного конечно же есть очень высокая вероятность того что фунт уйдет снова к поддержке 1.28 вчерашние данные по промышленному производству годовом выражении спад друзья минус 1,6 процента это конечно же крайне удручающая цифра темпы экономического роста минус 0,3 процента по итогам прошлого месяца соответственно мы констатируем что статистика по промышленному производству и темпам экономического роста сейчас самое худшее за последние семь лет с одиннадцатого года ну с 12 уши точно на фоне этих данных и последних комментариев карни реально 20 30 января а банка англии может решиться на снижение процентной ставки ну а по остальным валютным парам все без изменений австралийц против доллара 068 99 друзья здесь только лишь сел посмотрите новости что-то творится в австралии и напоминаю про то как будет действовать резервный банк австралии это уже не снижение процентной ставки даже не снижение процентной ставки это еще и не традиционные меры стимулирования в виде программы количественного смягчения доллар канадец 1 30 57 вчера мы также уже решились продать эту валютную пару с учетом хорошей статистики по канаде и потенциального роста цен на нефть на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания